В эту квартиру на Шмидта инспектор по делам несовершеннолетних заходит регулярно. Под особым контролем семья, где дети находятся в социально опасном положении. А тут их четверо. Постоянная ругань и драки пьяных родителей – для них обычное дело. Пара уже привлекалась к административной ответственности. Если не возьмётся за ум, может лишиться самого дорогого. Сказали мне на комиссии, ну как в СОП поставили, на комиссии сказали, что даже куска хлеба не будет хватать, если будет высчитывать. Вам заплаты почти не будет хватать. Там будет 60-70 рублей получать. Коммунально даже не за что будет заплатить. Я сейчас вот задумался об этом, чтобы дети были в самой семье. В доме по улице 8 марта вместе с мамой и бабушкой живут двое мальчишек. Семья только недавно смогла узнать, что такое тишина и покой. Старшего сына Дебошира забрали на лечение в ЛТП. Основная причина агрессии и рукоприкладства – зелёный змей. Сегодня в Бобруйске на учёте в наркологическом диспансере состоятся выше 2,5 тысяч злоупотребляющих спиртными напитками. Из них 23% – женщины. Большинство пагубную привычку не признают. По итогам 12 месяцев 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на территории города Бобруйска отмечается снижение убийств, а также зарегистрированных тяжких, особо тяжких преступлений, а также преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. Проблему государство решает силами нескольких ведомств. К акции «Насилию в семье Стоп» подключаются не только органы внутренних дел, но и центры соцобслуживания населения с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24 на 7 работают службы психологической поддержки. Свою лепту вносят и социальные педагоги, знают всю ситуацию изнутри, как в этом доме на Бахарова, где живут трудные подростки. В положительную сторону динамика есть, и девочки молодцы. Ну и как маму уже можно характеризовать ее только с положительной стороны. В 2022-м в Беларуси к административной ответственности привлечено более 40 тысяч тиранов. На номер 102 поступило свыше 100 тысяч обращений о помощи. Сейчас идет работа над созданием реестра информации о фактах домашнего насилия. К июлю 24-го она будет завершена. До этого банк данных интегрирует в общегосударственную автоматизированную инфосистему. Абьюзер должен понимать, на любой кулак найдется правовой ответ. Татьяна Горбач, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.